добрый день дамы и господа сегодня мы пообщаемся с видео блогером и видеооператором который решил создать свой бизнес в этой области владимир расскажите пожалуйста как начинающему видеооператору набраться опыта начнем с того что я никогда не был видеооператором и начинал бизнес я даже это бизнесом назвать сложно начинал заниматься видеосъемкой именно как журналист как корреспондент потому что я много лет отработал на телевидении и начал то с того что просто взял в руки сам камеру и начал снимать потому что появилось желание снимать и здесь то как раз мне поначалу помогли те знакомства связи но это громко говоря с телекомпании то есть меня знали предлагали какие-то заказы я их снимал и таким образом уже был два в одну как журналист то есть репортер да и как видеооператор вот это для тех у кого есть уже какие-то отношения с клиентами какие-то до этого до того как они стали видеооператором если видеооператор начинающий я считаю что ему надо на мое личное мнение поучиться у того кто этим занимается уже не первый год ну это мое мнение честно но есть много фотошкол где люди занимаются видео школ кстати в теме не нет где люди занимаются фотографии ну и тоже немножко снимать то есть можно пойти в фотошколу и там с кем-то задружиться с кем-то познакомиться и начать вместе с этим человеком тоже развиваться ну то есть главное нужен сначала опыт для того чтобы начать заниматься бизнес появится опыт появится какие-то контакты с людьми кроме опыта нужен человек который будет заказывать эту видеосъемку если человек будет опытным но не иметь каких-то связей он не заработает скажите пожалуйста что нужно для того чтобы видеооператор начал зарабатывать не только для организации но и для себя можно пойти двумя путями можно выйти на улицу с видеокамерой и предлагать всем видеосъемку но это конечно несерьезно второе мне кажется это просто взять дать объявление про видеосъемку в теме не правда сейчас эти объявления на них по ним никто особо не звонит такое время кризис либо просто навязываться вот главное выбрать для себя стихию в которой будет работать это видеооператор это работа с детьми это либо там работа с какими-то компаниями и тогда и т.д. и т.п. либо это работа с телевидением то есть нужен определенный сегмент конечно все вместе охватить мне кажется очень сложно мне кажется нужно выбрать для себя какую-то специализацию то и то на чем ты будешь специализироваться любишь детей звони в детские сады и школы навязывайся приходи к завучу к учителю на родительские собрания предлагай прям откровенно ну может быть не очень удобно там ну а что делать если хочешь иметь заказы надо искать их вот если это предприятие ходи обзванию бери справочник предприятий и просто вот прям прям по алфавиту по порядку звони и говори так так то вот и я предлагаю вам какой-то видеосъемку архивную это будет видеосъемка любит какой-то ролик кроме видео съемки ведь как правило нужно еще и монтаж и другие сопутствующие услуги допустим графика и так далее поэтому тут придется либо самому все это потом осваивать либо с кем-то договариваться чтобы кто-то смонтировал кто-то помог это все обработать потом добавить каких-то видеоэффектов если город большой много в нем предприятий да то и мне кажется вот работа с предприятиями она будет приносить наибольший доход самое главное будет стабильно если будет большой портфель заказов будут даже тендеры кстати у нас есть тендеры в россии проходит есть площадки открытые где можно мониторить все это дело и участвовать в тендерах на общих основаниях никто это не запрещает все возможно и все это в интернете все выложено кстати тоже как вариант вот если предприятий в городе немного то можно работать с частными лицами это детские сады школы сейчас есть так называемые стрингеры то есть когда крупные каналы федеральные заказывают этим людям стрингером слово такое какое-то неоднозначное какие-то делают им заказы то есть готовы поснимать какие-то сюжеты или зарисовки или нужен там какой-то архивный видеоряд они заказывают этим людям какие-то материалы то есть им намного выгоднее заказать вам сюжет дать вам задание что и как надо снять чем отправить вам в ваш город своего корреспондента то есть не официальные лица так скажем просто люди которые умеют и могут снимать да 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 их называют стрингерами они тоже могут заработать и я думаю зарабатывает и только единственное что надо попасть в эту базу стрингеров она одна на все федеральные каналы а если вы снимаете вы туда попадете то есть каким-то образом они обзванивают не знаю как это они делают они обзванивают всех вот те же самые набирает объявления там видеоператор в тюмени поэтому для этого нужно дать объявление они тоже мой монитори в интернете и будет звонить тем оператором которых они знают также там между собой не могут дать телефон то есть если вы начнете снимать вы в эту базу все равно попадете со временем ну куда через три через четыре если будете заниматься видео съемка и давать объявление в интернете поэтому главное это работать это начать это стремление я считаю желание но быстро заработать видеооператору сегодня вот честно скажу вряд ли получится потому что здесь работает принцип сарафанного радио это из-за кризиса или в принципе я думаю что давайте не будем называть это кризисом связи с тем что люди просто стали меньше заказывать видеосъемку намного меньше если брать года три-четыре назад то раза в два а то и в три и стали все-таки обращаться к людям тех которые они знают которые им советуют не к новичкам но в дом тут плюс новичка может быть в том что он может хорошую сумму предложить дешевле потому что сейчас все-таки сумма людей тоже очень сильно волнует это будет большое преимущество у нового оператора он может снять подешевле это будет его в